раз у нас есть теперь такая хорошая финансовая модель давайте еще поиграемся немножко и можем задавать разные вопросы и находить ответы я уже показал таблицу данных data table до теперь от excel и есть еще solver поиск решения тоже очень хорошая вещь и solver дает ответы на разные разные вопросы типа что мне как не нужно поменять входные данные чтобы достичь какого-то результата и давайте скажем вы предприниматель хотите открыть вот этот бизнес и можете задать себе вот такой вопрос в конце после 6 10 месяцев то есть в конце 5 лет я вижу что моя модель мне показывает что я зарабатываю 762 тысяч долларов прибыли и давайте и вы задаете себе такой вопрос я хочу заработать 1 миллион долларов и сколько мне нужно устанавливать тарелок в месяц чтобы достичь этой этой цели и мы видели когда здесь уже когда мы устанавливаем вот больше да давайте опять поставим здесь вот этот конечный результат так то мы видим да можно выйти на миллион то есть если уже варианты при разных фиксированных затратах но наш вопрос при вот данных фиксированных затратах 5000 сколько нужно устанавливать тарелок месяц чтобы бить и на 1 миллион в конце пяти лет то и вот поиск решения находите в excel и если вы им никогда не ползывались надо его установить как один и но я поскольку я уже им позывал сам уже у меня стоит я даже шорт под себе сделал потому что я чувствую часто пользуюсь вот то есть у меня здесь такой shortcut button до кнопочка я нажимаю и вот открывается окно и на английском set objective то есть какая цель какой результат хочу до что цель это достичь 1 миллион в конце пяти лет то есть я могу спустил опуститься вниз нахожу вот эту ячейку вот и говорю я хочу в 73 он уже сам поставил от 73 хочу поставить я могу максимизировать и минимизировать или поставить какой какому-то значение да давайте значению 1 миллион так и вот следующий by changing variable то есть это как раз входные данные которые я могу хочу поменять так чтобы достичь мою цель и вот я спрашиваю в данном случае но это только одна ячейка то есть или или вообще можно и несколько ячейки но в данном случае одна ячейка я хочу менять вот количество установок месяц до b3 так нажимаю на б3 и нажимаю на кнопку сов и если есть если excel находит решение то он не его показывает и так соло резал то есть и результат сольвер сольвер нашел решение и у нас возможность во первых вы можете посмотреть да здесь он поставил 122 то есть до целых 4 но то есть мне нужно где устанавливать это 122 или 123 тарелок в месяц и если мне вот результат я доволен с результатом нажимаю да окей оставь вот вот этот результат то есть это очень хорошая функция будем ей пользоваться будущем довольно часто поиск решить можем еще проверить что действительно наша прибыл в конце 1 миллион вот так зары капитулируем то есть мы построили модель компании модель нам дала ответы на наши вопросы по крайней мере пока на вопрос 1 и 2 дополнительно мы рассмотрели полезные штучки как она таблица данных дейта тейбл и поиск решения савер часто будем ими пользоваться они очень удобные тоже в целом зеркопитулируем основы выстраивания таких моделей во первых мы строго отделили входные данные от расчетов и ответа то есть есть три компонента входные данные до входные данные вот здесь больше нигде я не забываю значение то есть единственное значение давайте вернемся к 100 как изначалному значению вот эти синие значения это значение это это номера то есть здесь я завоеваю 5100 да и вот эти синие ячейки вот значение я могу менять я могу спрашивать а если я буду устанавливать 120 вас забыли забывая здесь но нигде в другом месте я не должен забивать значение очень важно очень важно а только получится просто бардак и ваши ваши модели будут ошибочными то есть вот у меня здесь входные данные потом есть ответы ответы не обязательно я мог ответы поставить внизу то есть как-то логично начиная с входные данные потом расчеты потом ответы ну почему их ставить внизу если если это важно я хочу сразу видеть ответы их можно поставить и сразу ниже входных данных и я вижу как раз я меняю что-нибудь меняю вот здесь 120 да и вот я вижу сразу новые ответы не нужно где-то там ходить вниз и искать ответы да то есть у меня входные данные потом ответы а внизу есть сама модель это иногда финансово моделирование называем engine engine то есть двигатель от этот двигатель машины который движется и дает нам какой-то результат и здесь происходят все вычисления то вычисления заметьте что в этой модели никаких входных данных никаких значений нету все у нас то есть все эти номера это ссылки на мои входные данные или уже какие-то результаты каких-то математических операций да то есть я беру вот разные входные данные там умножаю пуссую и так дальше поэтому здесь все ячейки черным цветом выделены черный цвет значит эта формула формулу я не должен там забивать значение я могу если я меняю модель то я конечно формулу буду могу менять но это уже будет новая другая модель может быть другие сделай уже другие предпосылки но не я не должен забывать значения очень важно и очень важно как раз использовать разный цвет ну можете если вам не нравится черный и синий можете и своим по своему но я уже привык именно вот использовать такие цвета так еще и еще одна одно замечание это когда мы выстраиваем модель я называю эту секунду моду building то есть выстраиваем модел пошагово по шагам начинаем спрос с простой модели и и постепенно добавляем разные аспекты и модель становится сложнее таким образом опять избежаем ошибки вы это видели когда я например строил вот эту функцию индекс мяч да если я бы хотел забить все это сразу то есть я должен то ли запомнить очень хорошо как эти функции но как их правило написать там синтакс да и но поскольку я не помню я сначала использовал мяч поигрался проверил что вот эта функция сама вот эта функция работает отсюда до сюда да потом я использовал индекс до ссылкой на мяч а потом я их собрал вместе то есть я работал по шагам и также как мы выстраиваем иногда формулы они очень сложные они могут здесь быть на несколько видите вот здесь может быть несколько рядов да у меня формули которые на полстраничке например бывают и обеих конечно их никак не могу построить но я их постепенно вот копипейс копипейс и они вот постепенно я их выстраиваю проверяю каждый промежуточный шаг что вот все правильно работает и постепенно выстраиваю длинную форму если если нужно и также мы пошагово будем выстраивать модель например сейчас мы начали будет ответим на вопрос 3 и вопрос 3 спрашивает если в годовщину то есть после 12 месяцев я начну повышать абонентскую плату как результаты поменяются да и я буду как я буду отвечать на этот вопрос я начну с нашей простой модели и просто добавлю до добавлю там какие-то входные данные где-то поменяю где-то и там добавляю что нужно и получаю уже более сложную модель то есть это также будем делать и это можем кстати уже начать потому что до переходим к ответам на вопрос 3 то есть после того когда мы ответили на вопрос 1 и 2 я просто копирую да то есть вам вопрос 12 я сохраняю это уже только это просто мои ответы на первые два вопросы и сейчас чтобы ответить на вопрос 3 я копирую вот эту всю таблицу то есть вам на английском это учит ворчи и как копирую вот я мышкой на же левой мышкой нажимаю и движусь направо и таким образом можно просто позицию этой таблицы до менять но если я хочу копировать я нажимаю это я подвинулся нажимаю control control вот появляется такой плюс это значит что я буду копировать и опускаю мышку и теперь он вот эту таблицу полностью скопировал полностью скопировал и вот здесь я буду как раз вот это у меня от ответ на вопрос 1 и 2 а вот здесь у меня ответ на вопрос 3 и последнее замечание я предпочитаю свои модели свои электронные таблицы но предпочитаю их держать в таком чистом виде где не слишком много разного форматирования то есть вы увидите что в основном я не использую никакие рамки то есть там но рамки в смысле что там можно там как это бордерс на английском да то есть можно там делать всякие воды вот такие штучки с ними обычно очень неудобно работать потому что вы что-то хотите потом добавить удалить и там надо постоянно потом возвращаться все все заново делать поэтому я обычно вот вот этим не пользуюсь и в основном в основном у меня вот две-три краски то есть иногда я вижу модели студентов где очень много ярких красок всяких то есть выглядит как палитра художника я его я использую очень мало форматирования форматирование которое я использую это это в каком как я форматирую значения то есть я очень часто использую вот этот кома стайл и я его я не люблю вот эти десятинные но десятинные знаки там 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 5000 целых 00 поэтому вот это я убрал обычно закругляю что еще я иногда могу использовать процента обычно вот эти доллар деньги да я не использую рэп текста то я использую то есть чтобы текст видите как раз то есть он должен входить полностью вот в эту ячейку иногда используем очень центр да вот для для каких-то надписей так дальше да в основном да можно текст справа слева или в середине вот это все можно использовать но иногда жирный шрифт и обычный да и стараюсь все держать вот у меня обычно ареал 10 то есть форматирование разных форматов очень очень мало на самом деле у меня когда заканчиваю работу и сохраняю файл я его чищу и вы заметите когда открываете мои excel файлы они всегда открываются на первой таблице будут открываться в ячейке а один то есть верхнем левом углу и вообще об этих в этих таблицах будет не будет никакие ячейки не будут выделены все будет просто в идеальном порядке как я этого достигаю давайте я открою новый файл и объясню здесь на так давайте вы давай сделаем так control у меня три а буду три листа так в первом я где-то что-то забиваю внизу давайте печь да он так где-то ряд 100 с чем-то да здесь что-то выделяю так потом а здесь я выделяю какой-то столбец опять где-то далеко да то есть я работаю но я не буду забивать в ячейке ничего просто просто показываю в каком на что вы можете где-то что-то работали что и сохранили файл потом как каком-то примерно так да то есть если я сейчас то есть я буду на третьем листу вот здесь я закончил работу и не почистил сохранил файл да я сохраняю файл так он спрашивает да так я сохранил на десктоп как бук 1 хорошо то сохраняю закрывает теперь теперь он у меня здесь есть я его открываю он откроется точно в таком же виде как мы его сохранили да смотрите открываю и он открывается лист 3 выделенные ячейки где-то там какие-то да если я открываю лист 2 опять то же самое как мы его оставили там сохранился опять здесь сохраняться это я называю беспорядок я и очень часто студенты кстати сдают работу она именно так выглядит как они все оставили сохранили они не почистили в конце что я имею ввиду почистить чтобы было все в идеальном порядке я должен в каждом листе выбрать в прокрутить вверх во-первых да то есть я должен идти обратно вверх и так сделать так чтобы ячейки были не выделены чтобы только выделена ячейка была в верхней левый угол на а один то же самое не надо или спустит здесь тут прокрутить сейчас не наверх лево на борода а брать выбрать они и это все можно делать вручную да если вы не создадите много файлов иногда создадите файл то конечно можно вручную почистить прокрутить наверх и налево выбрать а один и сохранить потом выбрать первый лист и сохранить так вручную да тогда тогда работу которую зададите она будет открываться на первом листу и все будет начинать сначала с ячейки а один не нужно мне разбираться где я нахожусь на каком листу где ваша работа да откуда она где она начинается где она заканчивается давайте я сейчас так опять закрою этот файл не буду сохранять то есть он также также сохранили мы вот этот беспорядок которыми создали да то есть он так и хочу сейчас показать одну удобную штучку одно макро программку до макро которая все это делает автоматически да то есть я могу этот процесс автоматизировать это я так и сделал у себя на компьютере у меня есть кнопочка персонал xlsb это это персонал это это как раз место вот это это тоже xl файл такой специальный xl файл поэтому там би в конце xlsb да где сохраняются вот эти макро этой программкой да и в этом файле у меня очень много программок одна из них называется before closing то есть до сохранение до до сохранения файла и вот я запускаю эту программку смотрите я нажимаю на кнопочку и одним мгновением все почистилось я нахожусь листу 1 печи ки а 1 если я в листу 2 тоже речи к 1 выбрана до листу 3 так же то есть все эти выделенные ячейки где-то я там опускался там вниз не возвращался вверх вот все это устранено и мое таблица в идеальном порядке да и то есть после нажатия этой кнопки я нажимаю сразу кнопку сохранить и мой файл сохраняется в идеальном виде теперь а про это про эту программку программки можете уже знакомиться если вы никогда макро не записывали это очень удобно и макросы они экономят время вы можете записать макро или можете посмотреть все свои макро и вообще можете открытие visual basic editor то есть где мы пишем программки макро можно записать через вот этот макро рекордер то есть записывать его макросов или можем как программисты пишут да так мы можем сами писать свои программки свои макросы я открываю свой вижу бейзик это этот девелопер кстати да то есть я здесь у меня холм и так дальше и есть девелопер если он у вас нету надо надо в настройках покопаться найти чтобы он изображался и вот когда я захожу в девелопер если у меня вижу basic нажимаю живут вижу basic у меня вот все эти макросы они в одном то есть у меня очень много да видите очень много разных макросов и у меня даже даже разные то есть есть такие вот и так дальше да а вот эти а а я их назвал а чтобы они были с первыми всегда вот здесь я это это мои макросы которые мне в основном экономят время я их называю продактивит это они продуктивность создают да то есть я я могу достичь результат они не вручную там долго работать а нажал кнопку все в одном мгновении сделать и вот а вот здесь в макросах я могу с control f найти вот как раз before closing называлась то есть напишем before поищем да так вот там так там много дайте так напишем before close вот before closing да и вот это да эта программка она как раз то что я нажимаю эту кнопочку она эта кнопочка запускает вот эту программу в принципе если вы хотите то есть вы можете с экрана просто переписать досюда вот вот этого мне нужно это специально для меня и еще последние три вот эти три ряда вот то есть вот это тоже добавляйте это конец программки здесь здесь начало программки так где вот 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 начало программки да то есть отсюда еще раз это начало программки досюда и и потом последние три отсюда досюда если вы это напишите свой тоже свой вижу бейзик да можете тогда эту программку статьи можно запускать из вижу бейзика не не кнопочкой а можно просто в любое место на мышкой так кликнуть и зеленая стрелка значит ран сап то есть спустить запустить запустить это макро запустить запустить эту программку вот зеленая кнопочка но удобнее конечно создать если вы часто этим макросом используйте используйте стоит удобнее создать кнопочку здесь нажимаю вот еще раз нажал все сделал и я могу сохранить и последнее что покажу тоже еще одна программка у меня которая показывает форму да смотрите у меня продемонстрирую скажем один будет забита значение 1 здесь значение 2 и здесь будет формула а 1 плюс 2 да то есть конечно это 3 и я хочу показать иногда буду показывать формулы студенты часто спрашивают как как ты это сделал вот такая магия трюк и вот как я нажимаю вот здесь есть должна быть пустая ячейка если она пустая и нажимаю control w это сад это шорткат так control в нажимаю она появляется в таком формате то есть я указываю что там стоит формула а 1 плюс а 2 или могу то же самое сделать и выбираю ячейку если мы у меня вот здесь тоже кнопочки называется шоу формула comment нажимаю вот и он также показывает комментарии что там стоит 1 а 2 подвинуть чуть-чуть вот так то есть когда место здесь нету когда если он свободная ячейка я я могу вот control w а когда место нету здесь и хочу показать форму в ячейке то я делаю вот через этот комментарий как я это сделал так открываю вижу basic и ищу control f так шоу формула формула коммент так отсюда и до сюда есть еще это вторая версия как которую я запускаю нажатием клавиш control w она у меня называется формула с с с так здесь здесь она то есть эта программка формула за стекст вот описание зеленым что зеленым шрифтом это это чисто комментарий а что а вот это черный и синим шрифтом это уже код программки то есть можете также опять переписать или или кому интересно может мне написать я могу скинуть это как просто как как текст и можете скопировать тогда еще хочу показать как ее присоединить к клавишам control w вот вы заходите в макросы и все все эти программки которые у вас здесь они они здесь вот видите например формат blue например это когда я раз как раз значение когда я синим цветом выделяю до формула с текст под например до формула с текст и вы вы находите вот эту программку вот формула с текст и нажимаете на общем а как раз здесь стоит шорткатки и выбирайте control плюс и можете вот это выбрать